Глава 6 у нас сегодня. Постоянный переменный капитал. Начинается все с рассмотрения, потом будет более-менее понятно к чему. Вообще капиталистическое производство, прежде всего мы говорим о производстве. Что такое производство? Давайте на конкретном примере. Берем какую-нибудь мартыновскую печь. Мы хотим с ее помощью получать железо. Соответственно нам нужна железная руда туда. Чтобы железная руда как-то что-то с ней сделать, нужен уголь, желательно коксующийся. Чтобы уголь и руду загрузить в печку, нам нужен человек. Человек, работник, то есть труд, который он совершает. На выходе мы получаем продукт. Для начала продукт. То есть мы получаем сталь, выплавленную из железной руды при помощи рабочего и угля. Так как у нас капиталистическая производство и мы рассматриваем капитал. Соответственно нам надо не просто получить продукт, нам нужно получить товар. А товар это продукт, который для продажи. Соответственно это тот продукт, который кроме продукта в себя включает еще прибыль. И тогда вот это все вместе уже будет товар. Теперь рассмотрим все эти компоненты отдельно. Вот эти первые три компонента, это что мы говорили в прошлой главе, это тот труд, который был потрачен заранее. Или мертвый труд. Труд мертвый. Пришли строители, сделали нам мартыновскую печь сложили, пришли шахтеры, накопали железные руды, пришли углекопы, накопали нам уголь. Все это они в качестве продукта поставили нам для нашего производства, поэтому мы их рассматривать не будем отдельно, так как это такое же производство, как и наше. Опять же, если мы берем сталь, сталь тоже для кого-то будет потом таким же продуктом, который вложится сюда. И соответственно то, что у нас осталось, это конкретно рабочий, конкретный рабочий, вот это как раз живой труд, тот труд, который необходим для производства. Есть во всех этих моментах конкретные особенности. Железная руда, сколько нам ее привезли, столько мы из нее сделали железа. Сколько мы ее купили сегодня, столько же мы ее выплыли, и сегодня уже у нас получилась сталь. Также уголь. Столько же мы угля потратили на выплавку этого железа. Опять же, он сгорел, конкретно в наш готовый продукт он не вошел, он просто был уничтожен, улетучился, вылетел в трубу, если мы там в отоплении. Опять же, это все образно, мы не говорим технические процессы, потому что на самом деле хороший уголь с железной рудой дают стальной сплав. Это бонусно, это хорошо. Мы пока это не рассматриваем. Просто это топливо, которое уходит на выплавку руды. Соответственно, угля нам нужно примерно столько же, сколько железной руды, чтобы сегодня мы его купили, сожгли, получили количество продукта за сегодня, количество железа, и мы примерно все рассчитали. Гораздо сложнее с мартыновской печью. Она может служить вообще десятилетиями, столетиями, может действовать со времен царя гороха. Это просто кирпичная большая дура, которую подкрасил, подштурил сверху, замазал цементом кое-где, чтобы не текло и все. Это так называемые основные средства. Они и в бухгалтерии проходят как основные средства. Они, в принципе, тоже в процессе производства потихоньку тратятся. Печь изнашивается, облицовку в ней надо менять, задвижки надо менять металлические, крышу надо менять, чтобы не протекало. Но они тратятся в момент производства в гораздо меньшей степени. То есть медленно, медленно, медленно. Их можно очень долго эксплуатировать и не тратиться. Но когда мы будем стоимость товара учитывать стоимость продукта, на который мы будем накидывать свою прибыль, у нас первыми двумя с углем и железной рудой все проще. Мы за сколько купили, столько из них товара получили, мы включили их в стоимость готового продукта. А вот Мартына Скопеевича, которая служит у нас там 40 лет, соответственно, она служит очень долго и используется она постоянно, тратится не один раз. Соответственно, мы ее стоимость, грубо говоря, делим на 40 лет и она, продукт готовый, входит частями. Опять же, да, прикидываем, 40 лет большой срок, даже несмотря на то, что она дорого стоит, поделив на это время, стоимость ее вообще очень низкая и, как правило, ее вообще можно даже не учитывать. Почему ее еще можно не учитывать? У нас постоянный технический прогресс, про который на последнее время в новостях прожужжали все уши, протерли плеш на башке. Технологии постоянно совершенствуются, да. Сегодня, завтра придумают новую Мартыновскую печь, которая делает в 10 раз быстрее, в 10 раз больше стали. При 10-кратном уменьшении затрат на уголь, потому что тепло сверх хорошо держит, да, и угля так много не надо. Как только такая печь, новая, современная, появляется на рынке и ее начинают продавать производителям стали, старая Мартыновская печь становится практически бесполезной. Опять же, о чем говорили в прошлой главе, она не несет никакой функциональной полезности, соответственно, бесполезно, она просто уничтожается от времени. Если производитель не заменит старую печь на новую, он просто разорится. Конкуренты его, опять же, мы говорим о капиталистическом обществе, да, его конкуренты, которые будут делать в 10 раз дешевле, в 10 раз больше, быстро захватят рынок и он разорится. Соответственно, у него выход один, Мартыновскую печь поменять. Отсюда очень сложный момент, да, вот когда одно дело мы ее посчитали на 40 лет и включили в стоимость продукции, это хорошо, у нас хлоп, и срок эксплуатации этой пищи сократился в два раза, или в три раза, или вообще, вот есть некоторые примеры из нашей современной жизни, можно посмотреть, там, да, мы их наблюдали. Что-нибудь у нас построили, пока строили, но устарело морально и физически, и, соответственно, вроде строили-строили, не достроили-бросили, потому что нет смысла, надо строить уже что-то новое. Вот эти вот три части, основные, да, это, с одной стороны, основные средства производства, во-вторых, это непосредственно сырье, которое используется в производстве, и третья часть, это сопутствующие материалы, которые в самом продукте не отражаются, но для производства необходимы, да, та же лопата, которая помогает уголь закидывать в пить. Она изнащивается, она истирается, но это все делается медленно. Вот эту часть называется, называется постоянный капитал. Почему он постоянный? Потому что во время всего этого производства он более-менее остается, именно в процессе своего производства, он остается неизменным, да, то есть, ну, мартыновскую печь мы уже поговорили, да, то есть, на 40 лет ее поставили, 40 лет она работает, соответственно, за 40 лет с ней ничего не изменится. Железная руда, уголь. Когда мы получаем, покупаем для нашего производства что-то, что-то, что-то другое, оно, в принципе, примерно всегда одинаковую стоимость имеет. Да, оно может поменяться в цене и стать дешевле или дороже, наоборот, но во время производства, когда мы производим, мы вот сколько купили железной руды, по какой цене, столько она есть. То есть, это та вещь, которую легко и просто рассчитать. А вот непосредственно тот труд рабочей силы, которая у нас участвует в данном конкретном производстве, это будет у нас переменный капитал. Переменный он потому что меняет свою стоимость в процессе именно работы. Итак, что мы имеем? Мы имеем продукт, цена которой складывается из всех этих вещей, да, если этот постоянный капитал мы считаем, примерно. Разделили основные средства, срок эксплуатации, посчитали, сколько стоит железная руда, уголь, вложили в это дело стоимость продукта, плюс прибавили нашу прибыль, морожил, сколько нам надо получить за выгоды, да, и продаем на рынок. Теперь рабочая сила. Четвертый компонент, очень такой важный, очень нужный. Как любая из других составляющих, да, рабочая сила может стать дешевле, может стать дороже. Рынок поменялся, труда. Соответственно, сегодня рабочие стоят дешевле, завтра дороже. Мы, чтобы имеющиеся работники от нас не уходили, мы им повышаем зарплату или наоборот. Соответственно, если большая безработица, мы можем ему урезать зарплату, а они от нас никуда не идут, потому что другой работы нет. Рабочая сила, соответственно, меняет свою стоимость. Точно так же их может поменять свою стоимость железная руда или уголь. Следующая особенность именно рабочей силы. Вот наша Мартыновская печь. Мы ее поменяли на более современную, которая делает в 10 раз больше руды, в 10 раз быстрее. Что мы имеем? Рабочей силы нам для обслуживания новой Мартыновской печи надо больше. Ой, надо столько же. Больше надо железной руды и угля, которые пойдут на увеличение продукции. Но и продукцию у нас будет в 10 раз больше. Соответственно, возникает вопрос, а что сделать с рабочей силой? Продукции у нас в 10 раз больше. А работает то же количество людей. Соответственно, мы им зарплаты платим столько же, сколько и платили этим людям, допустим. Берем сначала столько же. А продукции они делают в 10 раз больше. Соответственно, выпускаемая продукцию можно сделать дешевле. Потому что ее делают за счет этого компонента рабочей силы. Мы меньше платим зарплаты на каждую отдельную единицу. И соответственно, она будет дешевле. Соответственно, капиталист может поступить двумя путями. Все, что он сэкономил на этих рабочих за счет внедрения новой технологии, он может увеличить свою прибыль. И стать, соответственно, более богатым. А может, наоборот, норму прибыли оставить тут же. А за счет того, что его продукция получается дешевле, потому что у него более технологическое производство, более технически совершенственное. И рабочая сила столько же, он может задавить своих конкурентов и захватить рынок. Стать монополистом и потом накрутить свою прибыль, насколько он хочет. Это с одной стороны. С другой стороны, у труда, у рабочей силы есть маленькая особенность. Вот сколько уходит конкретно железной руды, мы можем посчитать. Сколько угля можем посчитать. В принципе, даже износ мартыновской печи мы более-менее можем прикинуть приблизительно. А вот сколько человек потратил своей жизненной силы на своего времени, своего опыта на производство, это гораздо сложнее уже измерить. То есть, возраст у всех разный, работоспособность, здоровье, физические параметры, трудоумноственные параметры. Все очень разное. Опять же, если приблизительно мартыновскую печь мы можем рассчитать на 40 лет, то с человеком это уже гораздо сложнее. Потому что его выход из строя устроить гораздо легче, а починить и ставить его обратно в строй гораздо сложнее. Да, медицина современная хороша, замечательная, может вылечить практически все, что угодно. Во времена Маркса она была вообще практически никакой. Соответственно, тогда рабочая сила была очень непредсказуема. Ну, в принципе, и сейчас мы знаем, что несмотря на технологический прогресс, на то, что наши врачи обладают большим инструментарием, как с одной стороны электроники диагностической, так и с другой стороны химии, которым можно все это лечить, они тоже люди, они ошибаются, врачей у нас мало. Поэтому расчет времени, жизни и рабочей силы у нас, опять же, получается непредсказуемый. В итоге, поэтому Маркс разделил, в принципе, что мы имеем. Постоянный капитал, который практически не меняется, и переменный капитал, который меняется именно во время непосредственного производства. Еще, если мы берем конкретно выплавку железа, это, допустим, ладно, бог с ним, это можно посчитать в каждом дне, сколько они будут производить продукции. Дальше, забегая вперед, Маркс разбирает другие еще виды производства, когда производство затягивается на несколько лет. Ну, тоже строительство. Построить какой-нибудь хаят можно строить его с 2012 года и не построить. И сколько он будет еще строиться, неизвестно. Соответственно, когда мы строим, у нас расходные материалы, там, кирпичи, цемент уходят, это постоянный капитал, его, в принципе, немного. Мы его купили, построили, купили, поставили на стройку. А вот переменный капитал, рабочая сила, она у нас должна быть постоянно. Те люди, которые как раз это все будут строить. И, соответственно, переменный капитал в этом случае будет занимать большую стоимость, чем постоянный. Если мы вернемся к нашему примеру с Мартыновской печью. Мартыновская печь – очень большое, дорогое сооружение. То есть там постоянный капитал будет занимать большую часть от общего капитала, чем переменный. Можно уходить вообще в крайности, какой-нибудь полностью автоматизированный завод, где сидит один человек, нажимает кнопочку, автоматический конвейер ему шлепает любую готовую продукцию сразу. В одну дверь, грубо говоря, ты засыпал материал, и с другой двери ты уже готовый продукт получился. Обслуживает это все один человек, который просто контролирует параметры, чего достаточно, чего недостаточно. В этом случае, опять же, Маркс этот случай тоже разбирает. Постоянный капитал у нас практически все. Ну, сколько стоит зарплата одного работника, который следит за задачей? Копейки. А дорогое автоматизированное, роботизированное производство будет стоить очень дорого. Это одна крайность. Другая крайность, да, какой-нибудь, вот как у нас, челноки, допустим. У него из производства вообще ничего нет. Он приезжает, купил товар, привез, то есть чисто работа, продал. Соответственно, весь капитал у него крутится переменной в его текущем состоянии. Сразу оговорюсь, вообще в бухгалтерии современной, то, что учат на экономических факультетах, там чуть не так делятся эти вещи, там это конкретная отдельная разбивка по счетам идет. Это именно термины Маркса, которые берет им и, соответственно, будет пользоваться дальше, в последующем. То есть это именно актуально не для современной бухгалтерии, а для конкретно политэкономии. В современной экономике это чуть-чуть по-другому расписывается и присваиваются чуть другие вещи. Еще одна особенность переменного капитала, за счет чего мы можем получать прибыль. Так как это постоянный капитал, он не меняется. Стоимость печи неизменна. Стоимость в среднем железной руды и угля тоже практически меняется, допустим, раз в год повышается цена, неважно. То есть единственная часть переменного капитала, который у нас меняется, на котором мы можем зарабатывать, то есть включать туда свою прибыль, это живой труд, это непосредственно рабочая сила. То есть для того, чтобы товар у нас получился, мы считаем постоянный капитал, прибавляем к нему расходы на рабочих, переменный капитал, включаем туда, получаем продукт, включаем там свою прибыль за счет того, что вот эту часть мы отъедаем, копейки какие-то, и получаем товар. Вот как бы мы свели все предыдущие главы в одну эту, мы пришли, собрали все и вышли на два новых понятия – постоянный переменный капитал. В следующей главе мы будем рассматривать, за счет чего у нас получается прибыль из этих двух капиталов. Сейчас предлагаю перейти к вопросам, ко второй части.